Мы сегодня с вами приготовим быстренько зеленые блинчики. Очень красивые, очень вкусные и очень полезные. Другие, вы, наверное, как я, постоянно думаете, как бы в повседневный рацион добавить пользы. А если у вас дома есть дети, то вы, наверное, вообще озабочены вопросом, как бы еще овощей попрятать в разные рецепты. Так вот, сегодняшние блины – это просто кладь из пользы, потому что что дали бы нам зеленый цвет? Шпинат. И не знаю, если вы видели этот мем, когда человек просто берет в ведро шпината, и это просто упаривается, ужаривается вот в такую вот маленькую зеленую лепешечку. И мы действительно в нашей блины сегодня спрячем весь этот мешок. Здесь 100 граммов шпината – это 100 граммов вообще пользы и здоровья. Что нам еще потребуется? Ну, конечно же, мука. Я сегодня использую цельнозерновую пшеничную, молоко. У меня овсяный, можете взять любое другое молочко. Два яйца, нам нужна будет буквально одна столовая ложка масла и, конечно, щепотка соли. Прелесть этих блинов в том, что тесто замешивается в блендере, чтобы измельчить шпинат просто до состояния цвета. Мы сначала все влажные ингредиенты закидаем сюда, то есть молоко, яйца, масло. Потом утрамбуем сверху шпинат и на низких оборотах мы это превратим в просто зеленый сок. И уже в самом конце добавим соль и муку. И дальше очень важно дать тесту немножко постоять. Чисто вообще прийти в себя, очухаться. Тогда глютен в пшеничной муке немножко успокоится. И мы начнем с вами жарить наши феноменальные зеленые блинчики. Субтитры сделал DimaTorzok Другие, блины на самом деле очень и очень вкусные сами по себе. Нет такого ярко выраженного вкуса шпината, зато есть потрясающий цвет и, конечно же, польза, о которой мы с вами уже говорили. Я люблю их подавать с греческим йогуртом или со сметанкой, с авокадо, с лососем. У меня, кстати, на канале есть потрясающий рецепт, называется Горовлакс. Подожмите вот сюда, я прикиплю ссылку. Это такая скандинавская малосольная рыбка. Семга и лосось очень вкусная, которую мы маринуем, выдерживаем в свекле. Получается такой очень красивый. Вот такую зеленую лепешку с плавным сыром. Или, например, знаете, чем еще будет вкусно, когда уже блин готов на еще на сковороде? Разбить туда целое яйцо, дать белку уже схватиться. И сверху тоже какой-нибудь натереть классный сыр, типа сулугуни, политки, мак. Вариантов очень много. Давайте уже попробуем. Я прям буду есть руками, с вашего позволения. Не буду даже церемониться. Идеальный обед, идеальный перекус. Они легко жарятся, легко хранятся. В общем, попробуйте. Поделитесь в комментариях, пожалуйста, отзывом. Расскажите мне, как вам эти блинчики. Видите, как можно взять любимые всеми блинчики и сделать их ультраполезными. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!